Режим повышенной готовности введён в Молдове в газовой сфере. Решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям с целью осуществления превентивных мер по обеспечению энергетической безопасности страны на основании обращения Министерства энергетики. Ведомство аргументировало ходатайство боями, которые ведут Вооружённые силы Украины и России в районе газоизмерительной станции Суджа, расположенной на территории РФ. Эксперты, в свою очередь, предупреждают о ряде рисков, возникших на фоне боестолкновений. Так, Приднестровский регион Молдовы может остаться без газа, а остальная территория страны без электроэнергии, вырабатываемой на левобережье Днестра. В данный момент перебоев нет. Ситуация не чрезвычайная. Нет непосредственной угрозы для системы. Однако украинский транспортный оператор уведомил молдавского транспортного оператора СРЛ Вестмолт Трансгаз о возможной ситуации, что есть риск, как при любых военных действиях, возникновения определенных ограничений. В четверг министр энергетики Виктор Парликов созвал совещание с участием представителей отраслевых предприятий и заслушал отчёты профильных ведомств о текущей ситуации в энергетической сфере, в том числе о потенциальных рисках и протоколах управления ими. Мы обсудили вероятные сценарии, время реагирования, возможные действия. Режим повышенной готовности предполагает наличие риска, который отслеживают, но вмешательства не осуществляется. По данным газотранспортных операторов, голубое топливо поставляется через Украину в Приднестровский регион в обычном режиме. Обеспечены и потребности в газе и правобережье, в том числе за счёт накопленных запасов и объёмов, приобретённых операторами рынка. Станция Суджа, по имеющейся у нас информации, это автоматическая станция. Она функционирует в обычном режиме, даже если там никого нет. Она работает, но к нам поступило предупреждение со стороны коллег из Украины. Даниэл Воды, советник по связям с общественностью премьер-министра, сказал УАН-ТВ, что пока неизвестно, когда комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит обращение профильного министерства. Эксперт в области энергетики сообщества watchdog.md, член наблюдательного совета компании «Молдова-газ» Серджио Тофилат, говорит, что режим повышенной готовности является инструментом управления сложившейся ситуацией. Режим повышенной готовности является подготовительным этапом и даёт инструменты министерству, правительству для более быстрого вмешательства, то есть растёт скорость реагирования. По мнению эксперта, риски в нынешней ситуации существенны. Если что-то случится, и этот транзит больше не будет доступен, то левый берег останется без газа, и нам нужно будет искать, импортировать электроэнергию из Румынии. Хорошо, с энергией мы вопрос решим. Но если левобережье останется без газа, там может возникнуть гуманитарный кризис. Газоизмерительная станция Суджа — единственный канал поставок газа из России в страны Евросоюза, перешла под контроль ВСУ 7 августа. Через неё российский газ идёт и в Молдову. При этом весь объём поставляемого «Газпромом» голубого топлива подаётся в Приднестровский регион, где его используют в том числе для выработки электроэнергии для правобережья Днестра, которая, в свою очередь, потребляет газ, приобретённый у других поставщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова